Городское хозяйство Террасполя – самая актуальная проблема и наболевшие вопросы. Последствия штормового ветра, разрытие после замены труб и подготовка к зиме. На каком этапе и как реализуется программа, обсудили на совещании в столичной госадминистрации. Подробности знает Татьяна Лилица. Замена инженерных коммуникаций, тепла и водопровода активно велась по всему городу летом и в начале осени. Сейчас пришло время устранять многочисленные разрытия. Сразу его заасфальтировать мы с вами в дальнейшем просто будем иметь очень большие просадки, что абсолютно недопустимо на таких магистральных улицах. Поэтому выдерживается, еще раз повторюсь, технологический процесс. Данные объекты пока в белом варианте, но и до конца года мы будем, конечно, стараться их заасфальтировать и привести проезжие части этих автомобильных дорог в надлежащее состояние. Эта задача сегодня стоит перед дорожным управлением Террасполя. Главный инженер отмечает, это только часть работы ведомства. Сегодня ведется установка дорожных знаков в районе парка Победа, запланированный ремонт ливневых канализаций. На этой неделе мы планируем приступить вернуться к исполнению адресной программы по ремонту тротуарных объектов, возобновить работы по ямочному ремонту этой по улице Федько и как можно больше восстановить разрытия, которые у нас есть и накопились в настоящее время. Еще одно актуальное направление работы – подготовка к зиме. Пока погода преподносит сюрпризы только в виде штормового ветра. Среди его последствий в Террасполе – незначительные повреждения. Обращения действительно были. В некоторых районах были упавшие ветки, где-то сорвало козырек. Все коммунальные службы сейчас устраняют эти последствия. Оперативность – главное в успешном реагировании в непогоду. Для этого сегодня созданы все условия, а муниципальные службы уже приобрели необходимые материалы для борьбы с гололедом. Песчано-солевая смесь готова к применению на дорогах и тротуарах города. Татьяна Лилица, Салаваш Ихулисламов, Первый Приднестровский телеканал.